К сожалению, не всегда, не всегда мы чисты получаемся в получении информации. По-хорошему, когда некоторые вьюеры работают с так называемыми, как это по-русски, ну в общем по-английски это звучит монитор, то есть человек, который отражает монитор, мы это можем назвать, ну как, задающий задачу там человек, да, или отражающий, не знаю как перевести. Вот, и задание получает монитор, и он вьюера формулирует слепую цель, если кто-то пришел и сказал, о, знаешь, там у меня пропал такой-то человек, он такой-то как выглядит. Или вот пришел человек. Да, если к вам пришел, то он вам что-то уже может сказать, и это, к сожалению, называется, ну, такая работа с загрузкой, да, это уже есть определенная нагрузка на ваше сознание. Вот, и вам работать в этом состоянии немного труднее, но, в принципе, с опытом вы научитесь тоже делать. То есть, ну, реально... Ну, кажется, он сейчас принес фотографию. То есть, это называется работа с загрузкой. Это называется работа с загрузкой, да. Это есть какая-то загрузка, которая нагрузили вас уже. Иногда такую загрузку делают специально, да, то есть целью является человек, опишите цель, да. И целью является местность, опишите местность. Чтобы все-таки немножко ограничить вьюеру, вот, область, да, в которой он работает. Потому что, ну, чтобы лучше его внимания уже больше сфокусировать. Это небольшая загрузка, да, на самом деле, когда вам говорят, что целью является человеком. Опиши, допустим, человек, или целью является событие, да, опиши событие, там, или целью то-то, то-то. То есть, когда к вам загружают хотя бы какую-то, ну, не знаете, какую-то серию это, да. Чтобы ваше сознание, ну, не тратило дополнительную энергию на то, чтобы идентифицировать, вот, там, более узкую задачу, да. То есть, ставить задачу более узкую. Такое бывает. Ну, такое часто бывает, скажем. Вот, поэтому, в принципе, все равно есть участок информации, как правило, неизвестный совершенно для вашего сознания. Его и надо делать целью. Его и надо делать целью. Вот, поэтому, в принципе, это реальность, в которой мы живем. Мы тренируемся в более идеальных условиях, но мы, в принципе, мы тренируемся и с загрузкой тоже. Вот, тоже с загрузкой больше. Скажите, а почему вы приехали сюда? Очень класс. Вопрос. Какая в этом для вас, я не знаю, задача? Какая задача? Очень хороший вопрос. Потому что, вы знаете, когда существуют следа, в которой ты взаимодействуешь, то прогресс каждого человека в этой среде, он совершенно другой. То есть, каждый человек вносит, вот, с теми людьми, с которыми ты взаимодействуешь, вносит что-то новое. То есть, в эту тему. Вносит какие-то свои аспекты. Да, вот, у меня есть комьюнити в России, с которой я взаимодействую. Есть вот проект, в котором мы сейчас будем предсказывать события, да, и вот он у нас недавно только стартовал, по типу американского. То есть, американцы это тоже делают в комьюнити. То есть, одному очень тяжело делать все это, да. Но для того, чтобы были соратники, были люди, которые с тобой движутся, их надо научить. Без этого никак не получается. Вот. И я был уже до того, как Наташа меня пригласила в Минск. Я был уже в Минске. Я уже ехал с очень теплым чувством, что я здесь встречу, ну, как бы, что-то приятное для себя. И так оно и случилось. Собственно говоря, вот, люди, с которыми мы работаем в группе, вот, вызывают у меня очень много симпатии и очень теплые чувства. И поэтому, вот, я не прогадал в этом смысле. Вот. Поэтому вот такое вот ощущение, как чисто человеческое, так и вот формирование, ну, такое порыстное формирование среды. В которой, потому что, на самом деле, именно какая-то общность, такая вот, комьюнити, вот, именно в ней процессы идут сильнее. То есть, вы знаете, когда я приезжаю в Америку, где вот уже работают зрелые вьюеры, это еще процесс очень стимулирующий для меня. То есть, вот, мои результаты реально улучшаются. То есть, вот, любая среда мои результаты улучшает. То есть, вот, мои результаты улучшаются.